Приветствую вас. Знаете, в чём основная суть того, что вы боитесь будущего? Основная суть заключается в том, что вы не можете жить в настоящем. То есть здесь и сейчас жить, исходя из того, что вы для себя считаете интересным, правильным, увлекательным, верным, приоритетным и не очень. Вот именно потому, что вы не можете жить так, именно потому, что у вас не расставлены приоритеты, и именно потому, что здесь и сейчас ваша жизнь не получается, вы боитесь будущего. Ведь действительно очень страшно, когда ты не знаешь, что будет дальше, и ты не знаешь, что впереди, а у тебя нет никаких ориентиров. Для людей, которые имеют свои ценности, свои ориентиры, чувства, а первичные ориентиры, это именно чувства. Вот. Для таких людей будущее не страшно, потому что они сами творят своё будущее каждый день. И если вы хотите, то вы можете делать точно так же. Если вы хотите, то вы можете поступать точно так же. Если вы хотите, то и у вас будет то же самое. Но для этого требуется лучше узнать себя, для этого требуется лучше разобраться в своих чувствах, в своих желаниях, в своих ценностях. Для этого нужно определить критерии выбора, которые вы совершаете. Возможно, каждый день. То есть, грубо говоря, жить, скажем так, несколько более сознательно. Скажем так, жить несколько более осознанно, скажем так, держать руку на пульсе своей жизни. И вот тогда, я думаю, у вас всё получится. И тогда, я думаю, что проблем у вас не будет. Ну, по крайней мере, тех проблем, которые вы испытываете на данный момент, тех проблем, которые вы испытываете сейчас. Их, по крайней мере, у вас не будет. Нужно ли для этого что-то делать? То есть, нужно ли для этого работать? Да. Нужно. Доступно ли это сразу человеку? Ну, то есть, я имею в виду, что, о чем я говорил. Нет, сразу человеку это недоступно. Можете ли вы этого достичь? Сами. Можете, но время не займет. Это у вас, скорее всего, очень много. И слишком долго вы потратите, слишком долго вы пробудите, скажем так, в поисках. Вот. Поэтому, лучше вам будет обратиться к психологу за помощью, чтобы мы вам помогли. И через помощь, через нашу помощь, вы сможете перестать бояться будущего. Точнее, вы увидите, что, в общем-то, будущего его как такового-то и нет. Серьезно, будущего нет, будущего нет. Для человека, который имеет, вот, мышление такое, какое имеет, а будущего нет существует. Существует только настоящее. Даже, что интересно, прошлого как такового нет, вы знаете. Потому что, прошлое, это только воспоминания. А воспоминания живут в самом человеке. Это, во-первых. Во-вторых, у каждого есть свои воспоминания, в зависимости от того, что волнует человека, в зависимости от того, что его беспокоит, в зависимости от того, что для него важно. Вот. Понимаете, какая история. И несложно, в общем, из этого сделать вывод, что, по сути, боитесь вы того, чего нет. И несложно из этого сделать вывод, что боитесь вы того, что существует только лишь у вас сознание. Но, случайно ли вы этого боитесь? Вот. Этот вопрос является, на мой взгляд, очень важным. Ибо я думаю, ибо я считаю, что боитесь вы того, чего боитесь. Совершенно неслушайно. У этого есть для вас некоторая выгода. Например, выгода не взрослеть. Например, выгода не брать ответственность, ну, за себя. На себя же. И это может быть и неприятно вам будет слышать, но до тех пор пока эта выгода для вас актуальна, до тех пор пока эта выгода для вас является важной, до тех пор пока вы боитесь ответственности, которую несете до этих пор, вы будете бояться будущего. Где у кого и как вы научились этому? То есть где у кого и как вы научились бояться будущего? Кто сказал, что это будущее страшно, нужно разбираться. И корректировать. И вот когда корректирование начнется, вы увидите, как действительно выглядит реальный мир. Тогда и жизнь покажется вам куда более увлекательной и интересной. А самое главное, более зависит от вас. А то сейчас, согласитесь, тяжело живется, когда боишься того, что будет, этого не происходит, и в итоге не живешь в офисе. Понимаете? В действительности человек, вот почему вы обратились, обратились к нам, да? Вы не просто так обратились, на самом деле. Вы обратились, потому что вы чувствуете, что не живете, вы чувствуете, что вам тяжело, вы чувствуете, что не справляетесь, возможно. Вы чувствуете, что так дальше нельзя жить. И это правда. И это правда. Это правда. Так действительно нельзя. Поэтому начните, начните свой путь к новой жизни. Ага, начните исключительно с выработки критерия, выработки своих ценностей, своих ориентиров, своих желаний, вот. Своих потребностей, своих личных границ, то есть что вы будете делать, а что нет. Вот. Понимаете? Я думаю, что именно так и можно будет вам перестать бояться будущего. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так как вот. Продолжение следует...